Вчера в начале 9-го часа дивного июльского вечера Екатеримурских огнеборцев пригласили на дальнюю оконечность проспекта Космонавтов. Туда, где местные садоводы, уже ничего не опасаясь, гуляют по антенному полю с диполями из двух двухкилометровых рядов, состоящих из двух десятков выше контенн СГД по 75 и 110 метров, бывшего радиоцентра номер 3, глушившего вражьи голоса, а также вещавшего на Китае в диапазоне коротких волн. Здесь, по адресу Полевая, 76, в производственном складском здании, где размещается производство пружин, что-то загорелось, да так, что своими силами справиться не удалось. Пожарные, понимая, с каким объектом будут иметь дело, сразу присвоили вызову повышенный второй номер сложности. И еще бы. Мало того, что площадь пожара доходила до 800 квадратных метров, по ходу тушения пришлось эвакуировать баллоны, целых 6 штук, с пропаном, аргоном и углекислым газом. Два последних, как известно, горения только убивают, но при нагревании баллоны с ними бомбически взрываются не хуже других. Сложенности в тушении заключались в хранении газовых транспортных баллонов, в помещениях, где происходило горение, а также в удаленности воды из Сочи. Производили подрост воды со расстояния километров 200. Еще одна засада заключалась в том, что в цеху стояла еще и емкость с маслом на 400 литров, в котором раскаленные пружины закаливали перед отпуском. Но добраться до нее огню не дали, иначе проблемы были бы на порядок сложнее. А так 60 бойцов при 19 единицах спецтехники разбились на три участка тушения. Один из них располагался на крыше, где для борения огня сперва пришлось потрудиться с огоньком. В результате всего через 30 минут после получения вызова, то есть без 29 воскресного вечера, открытое горение было ликвидировано. Пожарные перешли к стадии разборки и проливки. Пострадавших нет, ущерб считают. Продолжение следует...